Ну что ж, к нашему эфиру присоединяется Николай Григорьевич Маломуш, генерал армии и руководитель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов. Николай Григорьевич, приветствуем. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, как вы считаете, кто может стоять, если не Россия, за этими угрозами, за террористическими актами? Ну, в первую очередь, так комплексно, но действует только Российская Федерация. Нет никаких сил, чтобы в одной, двух, трех странах они где-то имели коммуникацию для того, чтобы начать такие операции и против наших диппредставительств, и, конечно, правительственных органов, например, Испании. Вот для этого нужна подготовная операция, целевая, тем более, чтобы она имела разные форматы именно исполнения, и, конечно, зашифровка, потому что, например, в США или других больших крупных странах, где разведка работает очень мощно, появляется очень быстро. И тем материалам, которые посылаются, прямо на пунктах их посылки, и, тем более, пунктах отправки, и на системах логистики. Поэтому избирались в Испании, там, где этих систем таких мощных нет, тем более, это простая корреспонденция, которая якобы не вызывает никаких опасений. Поэтому в данной ситуации мы видим, конечно, позиция Москвы. Она работает сейчас комплексно, я просто хочу отметить то, что это не один акт, это как бы новое явление вот этих больших операций, которые она проводит. Сначала, ну, конечно, это военные операции, это информационные войны, это запугивание ядерной вооружием, навязывая сама огонь на себя этой провокации ядерной угрозы. Вот, и стран не только Запада, но и Китая, и Индии, и даже Турции. Поэтому сделали шаг назад. Вот, шантаж ядерной безопасности Запорожской аэропористанции, нанесение удару. Вот это все, так сказать, сломать дух украинцев, сломать нашу позицию, запугать, вот, и запугать и нас, и наших партнеров. Особенно тех, которые именно сейчас где-то не имеют очень мощных систем контроля за возможными провокациями, за подготовкой проведения терактов. Вот, Испания, они избрали как раз вот такой формат показательный, я скажу, комплексный. С одной стороны, и премьеру направлено, и направлено и военным, и в центры, так сказать, уже космического контроля, и их фирмы, которые поддерживают премьеру. То есть, показали другим странам, что мы можем действовать по всем направлениям, угрожая прямо, конкретно, и исполнителям, руководителям, но не только, так сказать, угрозами письменными, но и даже проведение каких-то террористических операций. Сначала это тактические уровни, как вот письмо с взрывным устройством невысокого характера, а затем, возможно, другие. То есть, это целевая комплексная модель давления, как на украинцев, на наши дипредставительства, чтобы они активничали мы по разным направлениям, в разных странах, партнерах. Ну и, с другой стороны, наших партнеров. Не только прямые посылы, как в Испании, но и предупреждение, что по вам точно так же может быть развернута работа. Чего бояться Запада особенно? Вот мы помним, и в США 11 сентября, и в европейских странах, когда акции террора, это не только, например, удары там ракетные, там самолеты сбивали именно близнецов, но это и посылы. Это посылы с террористическим содержанием. Это посылки с, например, ядовитыми веществами. Это посылки с радиоактивными веществами. Это посылки с вредными устройствами. То есть, еще одна модель, которую, я так понимаю, в спецслужбах России разработали, в дополнение к тем агрессивным действиям, которые сейчас именно уже имеются в их наборе. То есть, инструменты, которые они используют конкретно. Но в данный момент они как бы задействовали оперативную составляющую. Не прямо, что это Россия. Это, конечно, их представители в различных странах. Это, может быть, и представители резидентуры, сотрудники нелегалы, агентура этих людей, представители различных пророссийских организаций, экстремистских организаций. То есть, в разных странах это разные возможности. Начиная от оперработников, разведподразделения, например, ГРУ, или службы внешней разведки, заканчивая агентурой с местных граждан, которые именно работают на Россию, или просто за деньги. Им дают задание в темную. Они готовят такие операции с конвертами, например, каждый сегмент по-своему. Там угрозы, там взрывные устройства, там вот эти все органы, именно животные, так как символы такие, это тоже теракт считается. Но инструмент работает именно с разных позиций для того, чтобы создать общую кону, общую модель давления, инфрационный поток. И не скрываем, что это действительно, это угроза будет, и она может иметь дальнейшие последствия, самое главное, что это первый этап. Вот важно, чтобы сейчас вот и наши спецслужбы, и наши партнеры эффективно выкрыли их. Особенно первый формат уже есть по Испании, обнаружено, где есть посылки. Практически с одного центра шесть посылов было. И премьеру, и наше посольство, и военную базу, и фирму. То есть уже есть перспектива расследования. Это модель, первый формат, выкрыть эти все акции, и кто является исполнителем, а тем более заказчиком таких преступлений. Николай Григорьевич, вы сказали, что вот органы животных, это некий символизм, вот глаза, что бы это могло значить? Потому что в посылках присылали именно глаза, как-то страшно, не звучит ужасно, животных, о чем это может говорить? Ну, они могут вспоминать разные посылы и наших политиков, но и, с другой стороны, есть шаманские форматы. То есть, с одной стороны, посмотреть в глаза, вот таким способом, как бы угрожая, а с другой стороны, это символизм, что это может быть угрозой именно смерти, например, другими какими-то последствиями. Вот, и не только, как бы, физическими, но и кармовыми. То есть, например, какое-то навеивание. То есть, даже они к этому приходят, потому что даже в окружении, почему, если я на это обращаю внимание, в окружении Путина, вот эти все нюансы, они присутствуют. Шаманизм, какая-то карма, навеивание, символизм. Это было в Гитлере то же самое. Анна Нерба, например, которая работала над этим, с Гитлером и Геймлером, это работает сейчас и в Российской Федерации. Они уже не внушаются ничем, потому что нет других средств подавления. Именно, понудить нас к переговорам, сдать позиции, соответственно, партнеров, для того, чтобы склонились, чтобы они не оказывали помощь. Поэтому, думаю, даже вот такая Европа, которая часто именно, ну, где-то реагирует на символизм, также будет реагировать. Но больше, конечно, нацелит на наше посольство, чтобы не было сомнений, в отношении кого эта операция проводится. В отношении Украины, поэтому конкретно нацелена на посольство. А, думаю, в каждой стране, это станет ЧП, это станет достоянием общественности, политиков. И это будет, соответственно, уже какая-то негативная реакция, а тем более, может, боясь. Ну, еще раз скажу, вызвало наоборот активное противостояние в Украине. Мощнейшие оценки. Показали примитивизм, прямо скажу, действия России, политического руководства, потому что без санкций такого целевого формата не проводится. Поэтому вот одна акция, типа отравления там Скрипалей, чего-то еще там быть, ну, такой комплексный подход по разным странам, тем более в европейским странам. Это, конечно, подготовленная операция, докладывается руководство Российской Федерации, а затем исполняется комплексно по всем направлениям спецслужбами. Николай Григорьевич, а можно предположить, каким еще уловкам, терактам или угрозам могут прибегнуть россияне в связи с тем, что, например, эти их планы никак не оправдались? А, ну, тут несколько направлений. Молодцы, можно создавать провокации под флагом Украины, вот как в отношении, например, там планировать Беларусь и самой России, а теперь, возможно, и наших партнеров, например, третьих стран. Уже Путин озвучил такую версию. Например, Эрдоган, он прямо сказал, что мы готовили подрыв турецкого потока. А мы видим, что этот формат модульализован, как реализован, например, Северному потоку-2, там реальный подрыв. Поэтому это опасные предпосылки. И работа спецслужб сегодня, служб безопасности, разведок стран вместе с нами, это ключевой сегмент, который не позволит это сделать. И нужно брать сегодня разработку как представителей посольства, там мощные резидентуры, хотя часть там уже отправили, иностранцы, домой, в Москву. Но там все равно такие силы есть. И так те, которые уже выявлены, как симпатики России, как те лица, которые работали в интересной России, или их союзников на респозиции, в фирм, международных организаций, ну и других центров. Я думаю, что профессионалы высокого класса есть в больших странах, это 100%, более, так сказать, ниже уровня по развитию, особенно спецслужб. Я думаю, что сейчас нужно дать помощь. Особенно в социально-восточной работе. Я думаю, что совместно активная работа должна быть и западных спецслужб, и США, и Украины. Николай Григорьевич, скажите, а сколько времени может уйти на расследование таких ситуаций? В среднем, да, теоретически? Сегодня хорошее техническое средство, хорошие агентурные возможности. Мы можем пройтись по цепочке, как когда-то британцы, на протяжении двух-трех недель должны установить во многих странах именно возможные посылы и возможные подозреваемые. Я думаю, что они не будут озвучены сразу, потому что будет идти разработка, если это организация, по целой организации, или конкретным исполнителям, или тем лицам, которые выехали, например, из страны. В какой-то период выехали в третью страну, но исполнили такой акт, чтобы избежать ответственности. Но он будет известен, этот человек, если он не уйдет в Москву, например, или в союзническую страну России, он будет уйдет в любой другой стране мира. Но две-три недели, это для первичных следственных действий достаточно. Есть по горячим следам этот день-два, но я вижу так, пока еще реакции прямой нет с результатами, но если брать цепочку уже глубинной разработки, где задействуют все возможности, и контрразведки, разведки, технической разведки, различных коммуникационных служб, служб контроля, например, в аэропортах, так сказать, в почтовых отделениях, это, конечно, определенное время нужно. Но примерно две-три недели, это достаточно для комплексных, следственных и оперативных действий, и выяснить хотя бы исполнителей. Я думаю, что организаторы это уже при задержании будут установлены. Николай Григорьевич, если выяснится, или если будет доказана причастность Российской Федерации к подобным угрозам и терактам, что это будет означать? Что это изменит в восприятии России миром? Это еще раз покажу, что Россия террорист, потому что уже такие действия, как она использует, например, нанесение ударов по миру населения, это акт террора и геноцидов во многих отношениях. Точно так же в отношении других стран, например, испанцев. Это конкретный акт террора. Он так квалифицирован полицией Испании, что это терроризм. Поэтому это уже будет четко прецедент и по другим странам, что используются методы террора, терроризм в отношении конкретных стран, даже союзников бывших Российской Федерации или партнеров. Например, Франция, она же недалеко, все-таки находится от контакта даже с Путиным, Макроном. Но там также на территории Франции, это суверенна территория и Франции, а наше консульство и суверенна территория Украины, на территории Франции. Здесь как раз проводятся такие операции. Это посоветительство как на наше депрессивство, так и на суверенитет Французской Республики. Поэтому тут же выводы должны быть, что акты террора применяются в России, и уже вот эти действия, связанные с такими операциями, тем более, возможно, и будущими, вот нужно квалифицировать как акты террора. Минимально это дымаршие стран в отношении допущения актов террора, максимально это признание России страной террористом, не спонсором терроризма, а террористом, потому что они проводят такие операции. Кстати, вот страна спонсор терроризма, Киев, добивается предоставления этого статуса стране-агрессору. Часть союзников согласны, часть заняли выжидательную позицию. Как вы думаете, как можно ускорить процесс, как убедить колеблющиеся страны и как Киеву быстрее добиться решения от стран мира с признанием Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма? Нам на официальном уровне и в ООН, и на всех, так сказать, структурах, международных, которые имеют квалификацию именно четко, как подходить к террористам, ставить вопрос. Если, например, Евросоюз, он принимает такое решение, Продолженность Ассамбрея принимает само собой и конкретные страны парламента. Тут уже действует индивидуально. Показывать конкретные факты, а у нас их тысячи. Если мы говорим по прокуратуре, это около сорока с чем-то тысяч уже в первую очередь отфиксировано за документированным фактором терроризма, убийств, катувань и других, так сказать, очень тяжких преступлений. Поэтому показывать странам, докладывать и политическому руководству, парламентам все, соответственно, с международными юристами, экспертами, международными судами, что сейчас уже идут вместе с нами на расследование и таким способом поэтапно, поэтапно добиваться, чтобы каждая страна приняла такое решение. Затем оно будет и, возможно, рассмотрено в ООН, чтобы приняла и Генассамблея. Радбез не примет в своей безопасности, потому что там есть Россия, которая будет именно блокировать. Поэтому наряду с тем, что отбиваться признание национальными парламентами, затем уже, конечно, и Генассамблея ООН. А в отношении России ставить вопрос без исключения с Радбеза, потому что она имеет имущество, я как юрист Межрадык скажу, очень ущербный формат своего членства Рады Беспеки ООН. Она не является в этом формате легитимным членом, потому что не прошла процедуру легитизации, как РНБО. Сказала только, что вот мы правонаступники. Но это она приняла такое решение, но мир еще не принял. Спасибо вам большое. Спасибо. Николай Маломуж был с нами на прямой связи. Спасибо.